Всем привет, с вами Прия. Ну что, прошло уже несколько дней со старта Battle for Azeroth, и, пожалуй, самая главная проблема сейчас, самый главный вопрос, который задают люди, Прия, как же одеться в достаточно неплохой эквип, чтобы можно было ходить в героические подземелья с рандомами, чтобы нас начинали брать в мифические подземелья, потому что они открыты стали именно сегодня, с 15-го числа. Ну что ж, дам небольшой ответ и введу вас вообще в курс дела, в то, что происходит в дополнении в текущий момент. Итак, все относительно просто. В тот момент, когда мы получим 110 уровень, примерно наш уровень предмета будет 275-280, если вам, конечно, попрокает на вещицы, то 285. Для того, чтобы ходить локалочки, нужно поделать военную кампанию. В тот момент, когда мы делаем военную кампанию, шмота, увы, нам не дают, насколько я правильно помню, но за сами локалочки мы получаем иногда тринкеты, азеритовые вещи, насколько я правильно помню, и некоторые интересные полезности, которые могут нас усилить по эквипу. Но также самое главное, что повышая свой текущий уровень предмета, повышается уровень предмета добываемых вещей с локальных заданий. Это весьма классно, и таким образом можно сделать себе вещицы еще большего эквипа с локалок. Одеваемся на локалках, и в тот момент, когда уже понимаем, что с локалок мы больше вытащить ничего не можем, берем в группу себе четырех человек, то есть я, допустим, играю за танка, взял хила, трех дамагеров, и мы просто-напросто пошли чистить самые обычные герои к подземелью, не через систему поиска подземелий, а летели к этим подземельям и чистили их. В текущий момент у меня 314 эквип, все выше 300 вейтем левела по шмоту, кроме перчаток и двуручного посоха. Жизнь налаживается, можно сказать, а также прокачивая по уровням свое ожерелье в сердце Азерот, оно также поднимается в этом левеле. Ну и если мы возьмем дружелюбие с защитниками Азерота, то подойдя к магне, бронзобороду в Силитусе и поговорив с ним, мы получим плюс 15 итем левела к сердцу Азерот. Это весьма классно и полезно для нас. Что еще хочется подчеркнуть? Не забываем делать островные экспедиции, набираем 40 тысяч Азерита, выполняя эти легкие сценарии, и в итоге мы получим 2500 Азерита для своего ожерелья. Вы героически не ломитесь экспедиции, спокойно можете чистить обычные и просто кайфовать с всего этого. Ох, что же еще-то можно подчеркнуть? Можно заняться какими-либо крафтами персональными, к примеру. Я вот скрафтил себе тринкет с алхимии, и он вместо 300-го сделался 310-й. Аксессуары делать весьма выгодно. Какой-либо другой шмот, ну, если честно, не думаю. Также можно одеться в бае-эквип. Бае-это вещи бинсов-эквип, то есть персональные при надевании, а не 350-го, 355-го эквипа. Также уже начали продавать колоды, тринкеты с ярмарки новолуния. Можете закупить и их. Вот так вот. Ну что ж, я думаю, эти советы помогут вам в старте Battle for Azeroth. Дальше больше. Если же что-то непонятное, или есть какой-то персональный вопрос для вашего персонажа, то обязательно зайдите на стрим и спросите. Ну, либо в комментариях под этим видео. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. А я надеюсь, что к концу этой недели, ну, к 22-ому числу, я уже экипирую где-то 330-340-ой шмот. Берегите ноги. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok